Новый дизайн, удобный формат, актуальные новости. Будьте с нами в Центре Событий. Кто останется в борьбе за золото? Баскетбольный клуб Университет Югра провел первый домашний матч в рамках полуфинальной серии. Студенты вернулись в Сургут из Новосибирска, имея в запасе преимущество своей площадки. Кто стал победителем третьей встречи, знает Дмитрий Круковец. Обе игры в Новосибирске дались в сургутской команде непросто. В каждой накал борьбы до последних секунд. Это не могло не сказаться на готовности игроков в преддверии ответных матчей. Мы буквально недавно только прилетели, там две игры сыграли. Там еще так вот так они не согласились играть на час раньше. Нам пришлось на день там задержаться, вот приехали. В принципе, только одна тренировка была. Тем не менее, стартовая четверть осталась за университетом. Имея плюс 10 в запасе, студенты к концу второго отрезка игры растрачивают почти все. Если бы не трехочковый Липович из Сирены, неизвестно, как было бы дальше. 52-47 после половины игры и серьезный разговор в раздевалках команд. Все время прессинг делали, очень жестко играли, сильные фаулы вообще все время делали. И поэтому и промазал на концу. Но я уже чувствовал, что выиграем игру и что у нас все хорошо идет. Отдохнув, университет вновь выдает хороший атакующий отрезок. Новосибирск с этим ничего не может сделать, а тренер гостей сетует на отсутствие мастерства. Нельзя поймать, поймав кураж, отпускать его. И нужно где-то не уповать в гостях на дальний бросок, а больше играть на фол. И я считаю, что в первую очередь не хватило нам невезения, в первую очередь не хватило мастерства. Когда преимущество университета в середине заключительной четверти достигло 4 очков, Сергей Орхов взял тайм-аут. С выходами! Выход, выход! Проход! 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 Этот перерыв нужен был, чтобы перевести дух. Университет собрал все оставшиеся силы в кулак и выдал еще один блестящий отрезок и в защите, и в атаке. Это позволило одержать итоговую победу 91-82. Надо, если можем отдохнуть, хорошо вообще не думать о завтрашней игре, спокойно, завтра вообще. Я думаю, что эта игра первая, которую сегодня выиграли, очень важно психологически за нас. Завтра, думаю, будет легче. Университет лидирует в полуфинальной серии и в пятницу в случае своей победы может оформить путевку в финал. Дмитрий Коковец, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. Играй, играй, добрай! Нига жалоб. Злободневно, достоверно. Каждую неделю на телеканалах Сургут Интерновости. Плюс СТС, ТВЦ, ТВ3. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok